Привет, танкисты! Сегодня мы с вами нарядимся в красный камуфляж, вооружимся лопатами и варежками, выберем очередной счастливый шарик и совершим незапланированное путешествие в Краснодар. Зима близко! До чего там близко? Она уже здесь и этим надо пользоваться. Совсем скоро на официальном сайте стартует главный конкурс зимы. Легендарный танковик, где тысячи танкистов сойдутся в ледовом побоище за ценные призы. Пришло время выйти на улицу и сделать самые реалистичные танки снега. Сегодня наш сюжет получился довольно необычным. Будем откровенны, он даже не наш, а снят простыми танкистами по собственной инициативе. Что же такого танкового наши импровизированные репортеры нашли в Краснодаре? Может быть, ответ на вечный вопрос «квас как танк»? Всем привет! С вами два рака из Краснодара. Мы гуляем, увидели этот замечательный баннер и решили узнать, что же это значит. Решили узнать у прохожих. И отправим это видео Асе, пока все в танке. Сейчас посмотрим, что люди думают об этом. Свечу по центру. Свечу по центру. Ну, кто-то светит по центру. Куда? Какой центр? Ну, не знаю. Центр головы? Может быть. Это связано со светом, с чистотой, наверное, центрального нашего района. Какая-то физика, да? Простите, а может быть... Как вы думаете, что значит эта выиска? Свечу по центру. Вы на Т-34 гоняете? У тебя папа играет. Папа играет в танки? Молодой тоже, да. У меня тоже. У меня года два, наверное, играет. Играешь? Да. На каком танке катаешься? СУ. СУ-100. Видите, будто почти нет. Ни о чем не говорят? Нет. Стал кайфер. Знакомы, дружите? Нет, нет. Я с бабами дружу. Вдруг вы танкист? И в баню ухожу. Я артиллерист. Краснодарский туристический танкостроитель. Союз. Союз. Правильно. А что ты снимаешь, братцы? Передача. Почему ты не играешь? Не хочется. Времени нет. Ты будешь нагибать всех. Я вижу по тебе. Покажи руки. Вот так делаются пальцы. Классно. Я говорю, жрак это хорошо или плохо? Да плохо. Вот и завершился наш несерьезный эксперимент. С вами были танкисты из Краснодара. Играйте в танки, поменьше вам не пробитий. Всем пока. А вы слышали новость? Теперь ведь все пилоты и танкисты братья, потому что опыт один на всех. Вслед за игровым золотом и премиум аккаунтом, общим для танчиков и самолетиков стал свободный опыт. Так что рассекайте облака и качайте новые танки или воюйте на стальных монстрах и исследуйте новые самолеты. Только внимательно следите за своими расходами. А теперь пришло время подвести итоги нашего прошлого конкурса «Мастер маскировки». Работ прислали много, но разглядеть победителей было непросто. Но мы справились. Интересно. Как эта шляпа держится в воздухе, если под ней никого нет? Непонятно. А следующий победитель спрятался в чемодане. А это пример идеальной маскировки. Вот кто видит высокого мускулистого блондина в одном носке? Ну вот и я не вижу. А еще одно призовое место досталось стене с глазами и пуговицами. Ну и спецприз. Терминал смастерил, приз получил. Молодцы. Как и обещала, получите за старания Е25, СУ-122-44 и Диггер Макс. Какой же Новый год без Деда Мороза? Отстойный. Ну а мы такого допустить не можем. Именно поэтому наш новый конкурс на лучшего Санта-Танкуса. Или... Клаус. В общем, не важно. Вам надо сделать костюм настоящего бронетанкового Деда Мороза, записать в нем видеопоздравление и прислать его нам. Как всегда, чем оригинальные, тем лучше. А подробности по ссылке в описании. Ну а теперь настало время долгожданных сюрпризов. Сейчас я снова достану шарик с танком седьмого уровня, на ветку которого и будет скидка. Подробности акции, как всегда, по ссылке в описании. А мы не будем терять времени и закрутим барабан, пожалуй. Итак, нашим сегодняшним счастливцем или счастливицей стало... М12. А это значит, что в ближайшие две недели вы получите скидки на технику этой ветки и бонус к прокачке экипажа. Но это еще не все. Вы все еще можете поучаствовать в народном голосовании и сами выбрать танк, на который тоже будет скидка. А в прошлый раз вы проголосовали за СУ-100М1, так что в ближайшие две недели такие же бонусы распространяются и на ее ветку. Поздравляем! Теперь вы сможете прокачать эти танки быстрее, а самое главное — дешевле. А теперь пришло время рубрики «Письма танкистов». В комментариях в прошлом выпуске мы обнаружили подозрительную группу лиц. Точнее, лиц у них даже не было, зато нашлась целая куча лихих идей по улучшению World of Tanks. Разработчики. Предлагаю вам новый тип танков ветки Японии. Их особенность в том, что они будут одновременно с барабаном и без него. Например, представим такой танк 8-го левела и неважно, какого он уровня. Танкист может переключать барабан и перезарядка меняется. Я думаю, такие танки разнообразят игру. Народ будет качать и донатить, что в целом выгодно вам. Здравствуй, неизвестный танкист. Нам всем очень понравилась твоя идея. Особенно та часть про качать и донатить. Но, к сожалению, японские инженеры так и не придумали подобную систему заряжания. Так что придется играть на нормальных танках. На этом с письмами у меня все. Присылайте ваши истории и вопросы на наш почтовый ящик. А с вами была Ася, и это, пожалуй, все интересности на сегодня. Подписывайтесь на канал и не пропустите новую серию танкового мультика. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok